Добрый день! Сегодня на православном портале Экзегет мы с вами продолжаем цикл наших бесед о Святой Земле под названием «От Дана до Версавии». И сейчас мы с вами продолжаем наше путешествие по окрестностям знаменитого, памятного, дорогого для сердца каждого христианина Галилейского озера, где прошли важные такие дни жизни и деяний Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, а также Его божественных учеников, апостолов. И к числу этих учеников относится и святая равноапостная Мария Магдалина, святая и весьма почитаемая во всем мире и в нашем народе. И поэтому, наверное, нам не лишним будет вспомнить несколько о ее житии, о ее жизни в связи с тем, что она происходила как раз-таки тоже из одного из селений, лежащих на берегу этого самого Галилейского озера. На самом деле, собственно, это селение в основном известно потому, что из него происходила Мария Магдалина. Магдалина – это, так сказать, ее такое прозвище, ее вторая часть ее имени, как бы своего рода фамилия, что ли, указывает на то место, из которого она происходила, откуда она была родом. Это такой нередко встречавшийся обычай в то время, когда человека именовали по тому городу, тому месту или тому селению, откуда он произошел. Это являлось частью его прозвища, которая позволяла отличить его от других носителей того же самого имени. Ну, имя Мария, госпожа, было достаточно распространенным в еврейской среде того времени. Это имя носило Мариам, как мы знаем, сестра Моисея. И поэтому израильтяне очень часто и охотно давали это имя своим девочкам, своим дочерям. Это же имя носило и Пресвятая Богородица в своей земной жизни, и с этим именем Девы Марии мы призываем ее и сейчас в наших молитвах. И поэтому, в общем-то, зачастую возникала такая путаница между Мариями. И эта путаница, надо сказать, и до сих пор сопровождает собой различные традиции, различные изводы жития святой равноапостольной Марии Магдалины. Но, по крайней мере, для того, чтобы отделить ее от того довольно большого числа прочих Марий, которые сопровождали земное странствие Спасителя, это называли в честь как раз-таки того небольшого городка, поселочек. Ну, по тем временам это, в общем-то, скорее даже такой был небольшой город, откуда она происходила, откуда она была родом. И фамилия — это говорящая, как и название самого населенного пункта. Магдала сейчас в нашем таком современном звучании — это древнее еврейское слово «мигдаль». Скорее всего, сам населенный пункт назывался «мигдаль-нуная», что можно было перевести как «башня рыб». «Мигдаль» вообще довольно часто встречается в такой вот топографии, в аномастике, как это называется, святой земли. Довольно распространенное такое название или часть названия. Там «мигдаль-хайомек» или как-то по-другому еще оно могло использоваться. Потому что «мигдаль» — это башня, а башен на святой земле строили всегда в большом числе, с любовью и с избытком. Башни эти нужны были и пастухам, и воинам. И, в общем-то, так сказать, нередко являлись частью каких-то укреплений или просто каких-то городских таких сооружений. Что касается тех башен, которые дали название родному городку Марии Магдалины, то их предназначение было несколько иным. Вот Иосиф Флавий сохранил нам еще такое греческое прозвище этого городка. Он называет его «Тарихея» или «Тарикея», и это название связывает это место с засолкой рыбы. И, по всей вероятности, если реконструировать вот этот исторический контекст, то что из себя представляли эти самые башни, которые являлись отличительной чертой городка Мигдаль. Мигдаль-Дудайя или Магдала. Это были такие конусы, в основном сделанные из жердей, на которых, собственно, жители города сушили рыбу, вялили рыбу. Потому что большая часть жителей этого города являлись, как и вообще значительная часть населения окрестности Галилейского озера, они являлись рыбаками. Вечером уходили они на лов, ночью ловили рыбу, утром выгружали, если лов был удачным, и днем развешивали на жарком солнышке, на вот этих самых сооруженных из жердей или из камней башенках, обвешивая эти башни вокруг, присаливая солью эту рыбу, вялили и продавали ее проходившим мимо торговцам или просто людям. То есть вот эта вяленая соленая рыба была таким ходовым товаром жителей города Мигдаль или Магдала. И, собственно, вот эта такая черта их промысла, особенности их промысла, вот этой вялки засолки рыбы, а по всей вероятности они искупали эту рыбу еще и у окрестных рыбаков из более мелких селений, и занимаясь ее переработкой и продажей у себя в своем городе, вот она как раз таки так и послужила вот тому, что город сохранился для нас под таким названием. Итак, из вот этого рыбацкого городка происходила Мария Магдалина. В Евангелии есть несколько упоминаний о ней. Во-первых, говорится о том, что Господь изгнал из нее семь бесов. Мы не можем сказать сейчас с уверенностью, по причине чего посетил ее этот тяжкий недуг. Но очень часто, промыслительно, Господь попускает вот такие особенные скорби, особенные испытания, особенные тяжести тем, кто в будущем должен будет принять свою душу и особенное излияние богодатных даров, как это произошло и со святой равнопостной Марией Магдалиной. Некоторые учителя церковные, ну, в основном западного происхождения, считали, что подобная напасть, подобный нетуг приключился с Марией Магдалиной по причине того, что она вела блудный, развратный образ жизни. Они даже прямо отождествляли ее с той блудницей, которая пришла помазывать ноги Спасителя, как об этом повествуется в Евангелии от Иоанна. Ну, а впоследствии, надо сказать, что вообще, конечно, особенно в такой крестоноский период, к сожалению, ревность пришедших на святую землю католиков была очень велика, в то время как их познание и в Священном Писании, и в христианском предании оставляли желать много-много лучшего. Поэтому там произошла масса совершенно какой-то такой невероятной путаницы, и очень часто образы многих святых наложились один на другой, так что одни святые вобрали в себя как бы черты житий совершенно других и разных святых. Вот так и в представлении католиков, по всей вероятности, и Мария Магдалина соединилась со своей тезкой, которая, правда, время жизни отделялась от времени ее жизни пятью столетиями, с Марией Египетской, и Мария Магдалина стала восприниматься ими как такая покаявшаяся блудница, отшельница. На всяких полотнах Тициана и Рубенса она стала изображаться с черепом, созведенными якобы там в покаянии глазами, где-то в каких-то пустынях, пещерах, о чем на самом деле не, собственно, священное писание, не предание православной церкви никаких известий не сохранило. У нас нет, собственно говоря, вот каких-то твердых оснований для того, чтобы говорить о том, что святая равнопостная Мария Магдалина действительно вела какой-то блудный и неправильный, неправедный образ жизни. Хотя, честно говоря, если бы это даже было так, это нисколько бы не умалило величие ее подвига, ее жития, нисколько бы не умалило ее любви к Спасителю, которые делают ее столь великой в наших глазах. Потому что очевидно, что Мария Магдалина, исцеленная Спасителем от своего тяжкого недуга, чтобы не являлась его изначальной причиной, она испытала невероятную любовь и благодарность к своему Спасителю. Настолько великую, что оставила всю свою жизнь, все свои прочие дела и последовала за Спасителем вплоть до его страданий и сделалась даже причастница его воскресения, сделалась одной из самых первых, кому Господь благоволил явиться по своему воскресению. Так что Господь даже вынужден был остановить ее, такую, может быть, чрезмерную женскую ревность, любовь к себе, когда она попыталась, узнав Спасителя, заключить ее в свои объятия, в радости от того, что он жив. Так что Господь даже остановил ее рукою свою, как это часто изображается тоже на полотнах, в основном западных живописцев, со словами «не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу моему». То есть еще не произошло такого духовного преображения. Ты еще не научилась воспринимать, видеть меня духовными очами. В том отношении ко мне еще слишком много человеческого, земного. Ты еще должна изменить это внутреннее восприятие меня. В твоих глазах я еще должен зайти сначала к Отцу моему, стать равным ему. Ты должна воспринимать меня уже не столько как человека, но как Бога, как воскресшего Бога человека. И вот святая равнопостная Мария Магдалина, она, как мы знаем из последующего предания церковного, вполне восприняла это евангельское учение Спасителя и посвятила свою жизнь ее распространению в разных концах земли. Как говорит нам Евангелие, первую принесла она эту радостную весть о воскресении святым апостолам, которые еще продолжали сидеть в тесноте тех запертых из страха иудейского домов, где они нашли в себе укрытие от распространившихся гонений, и принесла им эту радостную весть о воскресшем Спасителе. Таким образом, она явилась как бы апостолом для святых апостолов, первой сообщив им эту великую вселенскую радость воскресения Христова. И затем, вместе, наряду с другими апостолами, она совершала свои странствия, свои апостольские путешествия. Ну, православное житие святой Марии Магдалины говорит о том, что святая Мария Магдалина сопровождала Пресвятую Богородицу, которую тоже всем сердцем любила, Иоанна Богослова в времена их жительства в городе Эфес, куда святый апостол Иоанн Богослов перевез ту Матерь Божию, которая стала и его матерью в восстановлении во время голгофской жертвы на горе Голгофе. И вот по православному преданию святая Мария Магдалина там же провела одни свои жизни, там же скончалась, проповедуя в Эфесе и в его окрестностях. Другие предания, в основном, так сказать, западного происхождения, они значительно распространяют путешествия святой равнопостной Марии Магдалины. По другому преданию, который, в общем-то, разделяется и многими православными верующими, святая Мария Магдалина дошла в своем странстве, в свою апостольскую проповедь до Рима, и даже посетила императора Тиверия. То есть это произошло в какие-то самые ближайшие годы после воскресения Христова, поскольку уже к 1937 году император Тиверий скончался, уступив место своему преемнику Каллигуле. И это предание о посещении Марии Магдалины Тиверии также, в общем-то, обросло еще такими подробностями и сопутствует с такими подробностями, как подношение Марии Магдалины императору Тиверию пасхального яйца. И говорят, что именно с тех пор пошел обычай приветствовать друг друга с вестью о воскресении, даря яйцо как символ жизни, как символ воскресения. Яйцо, которое кажется мертвым, круглым, безжизненным, и в то же время из него готова проклюнуться, вылупиться совершенно новая жизнь, подобно тому, как вот из мертвого тела восстает вот это христианское благовестие воскресения. По некоторым сказаниям яйцо это стало в руках Марии Магдалины красным, а по другим, собственно, она уже окрашена яйцом и принесла императору Тиверию, и положив начало пасхальному обычаю христосоваться, даря друг другу вот эти вот яйца. Ну, проповедь эта, конечно, не привела к тому, что император Тиверий принял христианство, этого, так сказать, нам о нем совершенно неизвестно, утверждать этого мы никак не можем, но, тем не менее, по всей вероятности, святая равнопостная Мария Магдалина какое-то время провела с проповедью в Риме. Из Рим она отправилась по некоторым сказаниям далее. По уже такой западной версии жития Марии Магдалины, одному, по крайней мере, из вариантов, после проповеди в Риме святая равнопостная Мария Магдалина села в лодку без весел и паруса для того, чтобы полностью вручить себя промыслу и воле Божией. И вот эту лодку от берегов италийских Господь привел в Южную Францию, тогдашнюю провинцию Римской империи, называвшуюся Галией. И недалеко от Марселя, между Марселем и нынешними Канной и Ницей, есть такой небольшой городок Марии Сюр-Лямер или Мадлен Сюр-Лямер. Это как раз-таки то место, где, по преданию, остановилась лодка Марии Магдалины, она сошла на берег. Там она задерживаться не стала, но с проповедью прошла дальше, немного глубже в пределы Прованса, Южной Франции. И своим жительством сделала окрестности Виллы Латины, как тогда называлось это поселение. А сейчас это городок, который называется Сен-Максимен-Ля-Сен-Бом. Это небольшой такой французский городок, лежащий примерно в 40 километрах от Марселя. Его сразу видно с шоссе, если ехать по этому шоссе, вдоль, которое идет от, условно говоря, Гену, Ницей и Канны, и идет в Марсель, скоростное шоссе, сразу с левой стороны можно видеть огромный, совершенно возвышающийся над всей окрестной местностью собор. Этот собор построили в XIII веке, построил его император Карл Неаполитанский, который в 1280 году обрел по преданию в этом месте мощь святой равноапостной Марии Магдалины и в память об этом событии возвел совершенно поражающий своими размерами до настоящего времени воображение собор. И сам городок этот получил название Сан-Максимен в честь одного из учеников святой равноапостной Марии Магдалины, которого она обратила к христианству. И он стал первым епископом этой виллы Латина и вместе с другими учениками Марии Магдалины здесь подвязался. Там до сих пор в крипте этого собора хранится и по преданию и глава святой равноапостной Марии Магдалины и саркофаг с мощами святого Максимида. Очень любопытная такая деталь, что вот этот череп, глава, который почитается как глава святой равноапостной Марии Магдалины, он действительно принадлежит женщине, живший в первом веке, согласно анализу, который был проведен от этого святыни, как именно костных останков. И на лбу у этой главы сохранилась вот такая часть нетленной плоти. Католическое предание связывает это с вот как раз-таки очень известным таким живописным сюжетом, который не получил распространения в нашей традиции, но очень широко распространен в традиции католической. Это так называемый сюжет «нота леменгерия» «Не прикасайся ко мне». Это латинский перевод слов спасителя «не прикасайся ко мне». «нота леменгерия». И вот как говорят сами западные христиане, католики, что в память о том прикосновении спасителя к главе Марии Магдалины эта часть, которой коснулась божественная рука спасителя, осталась нетленно. Ну, так это или нет, но, по крайней мере, эта часть действительно сохраняется до сих пор как такая вот святыня вместе с главой Марии Магдалины. Очень еще есть там одна в этом соборе замечательная, любопытная святыня. Это череп святого Сильвана. Сильван – это как раз-таки тот самый слепорожденный, который упоминается в Евангелии Теана, которого Господь исцелил через брение с плюновением, смешав, да, грязь и помазав очи того самого слепого, который от рождения был слеп, то есть вообще не имел глаз, имел только пустые глазницы. Фактически Господь из грязи, как некогда из брения Он создал Адама, создает этому несчастному человеку глаза. Вот наша православная традиция умалчивает о дальнейшей участи этого человека, который, ну, по евангельским уже событиям, мужественно проявил себя в исповедании Христовом, обличив и укорив то неверие, которым были объяты души книжников и фарисеев. Так что даже его собственные родители убоялись свидетельствовать о той истине и о том чуде, которое было явно и понятно им, как и всем остальным, кто видел этого бывшего слепого. А вот эта вот западная традиция сохранила сведения о том, что святой Сильван сделался учеником Христовым и спутником Марии Магдалины. Он нашел учеников Христовых уже после смерти, воскресения Спасителя, примкнул к их числу и вместе со святой Равнопостной Марии Магдалиной совершал проповедь в Галлии, где и скончался, где и погребен, и где в соборе, вот в этом Сен-Максимена до сих пор хранится его глава. Сама же святая Равнопостная Мария Магдалина по этому преданию поселилась не в самом Сен-Максимене, но, любя уединение, поселилась в горах. От этого Сен-Максимена нужно проехать еще примерно минут 40, если есть возможность воспользоваться машиной, до такой небольшой деревушки Нан-Лепин французской, ну, сосновки в нашем переводе. Вот, от этой Нан-Сен-Лепин еще нужно подняться в горы по такому очень крутому серпантину горному и затем оставить машину и еще где-то полчаса идти в гору до самых уже, так сказать, вершин этого горного плато, но терпение, труд, путь будут вознаграждены. Совершенно прекраснейшим видом, который открывается, она вот все просто вот окрестности, лежащие внизу, от очень красивой, чем-то очень напоминающему собой как-то отчасти по внешнему виду и где-то так по духу афонские монастыри, небольшого такого бендиктинского монастыря, который построен вокруг пещеры, в которой вот по преданию жила, проводила свои дни святая равнопостная Мария Магдалина. Небольшой такой монастырек, невероятно живописный, с небольшим числом очень радушных, приветливых монахов, которые с радостью принимают и паломников православного исповедания. Там, в этой пещере, устроен пещерный храм, также хранится часть мощей святой равнопостной Марии Магдалины, и можно, так сказать, там и помолиться, и полюбоваться прекрасным видом, и поклониться вот той святыне, которая там находится, и вот могут, так сказать, напоить чаем или там водой радушные, гостеприимные, но совсем небогатые местные монашествующие бендиктинцы. Вот это, так сказать, одна из историй, которые сопровождают собой житие святой равнопостной Марии Магдалины, и одно из тех мест, в которые, вероятно, возможно, если принять, по крайней мере, эту версию, западную версию жития, привела святую Марию от берегов Галилейского озера, ее проповедь спасителя. Вот. Что же касается православного почитания святой равнопостной Марии Магдалины, то значительная часть ее мощей, самая большая, наверное, рука Марии Магдалины и десницы находится в известном афонском бодестерея Симонопетра, где эту святыню выносят для поклонения паломникам, но, к сожалению, только, ну или, в общем, уж не будем говорить, к сожалению, поскольку это воля пресвятой ладычицы Богородицы, но только мужчины могут поклониться этой святыне, поскольку только им позволен доступ на святую гору Афон. А если же вернуться мысленно опять на родину святой равнопостной Марии Магдалины, то есть на берега Галилейского озера, то ее родной городок Магдала, Мигдаль, не избежал общей судьбы. В 52-м году те брожения, которые охватывали собой Галилею, привели и к возмущению мигдальцев против существовавшей тогда римской власти. Но кончилось это лишь тем, что порядка 30 тысяч из них были проданы в рабство, в наказание за тот мятеж, который они подняли. Впрочем, это не остановило буйные головы жителей Магдалы от последующих каких-то таких вот возмущений. Они приняли участие также в событиях Первой Иудейской войны. Опять же, потерпели в нем поражение, это 60-е годы, 68-й год по Рождестве Христовом. Опять же, все мужское население города было продано в рабство и в наказание за свое возмущение, ну, по крайней мере, те из них, кто остался в живых после столкновений с римской армией. Ну, а естественно, что это привело к постепенному запустению города и, в общем-то, так, смене его населения. В основном население это стало уже не еврейским, а христианским. В IV веке по свидетельству брата святителя Василия Великого святого Петра здесь существовала христианская церковь на родине святой равноапостной Марии Магдалине, а в VII веке здесь был византийский монастырь, который, к сожалению, пострадал во время землетрясений VIII века, ну, и уже, в общем-то, постепенно место это пришло в упадок, население его очень сократилось, проживали в нем в основном арабоязычные христиане, потомки тех византийцев и крестоносцев, которые не покинули святую землю, но остались на ней. Вот. Однако в 1948 году и эти педняги были выгнаны со своих отеческих мест и вынуждены были перенести свое поселение несколько дальше от берегов Галилейского озера, от исторического местоположения Магдалы, а в самой Магдале открылись археологические раскопки. Сейчас раскопана довольно большая часть этого города, открыта и синагога, и раскопана христианская церковь, и устроен вот такой французский католический центр, посвященный святой равноапостольной Марии Магдалине. Сейчас можно также это место посетить, вспомнить святую равноапостольную Марию Магдалину, помолиться ей, поблагодарить ее за ту святую чистую ревность, которой исполнилась ее душа, благодарность за ее исцеление, и поблагодарить ее за ту проповедь воскресения, за ту радость воскресения, которая до сих пор сопровождает собою те богосужения, в которых так часто в песнопениях мы вспоминаем святую Марию Магдалину и обращаемся подобно ей друг к другу с этой радостной вестью Христос воскресе воистину воскресе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.